Вопрос. Женщина желает съездить в город с водителем, а ее брат едет на другой машине. Можно ли это? Хвала Аллаху. Во-первых, женщине не дозволено путешествовать ни на далекие, ни на близкие расстояния без родственника мужчины, за которого она не может выйти замуж. Махрам. Это является основой. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал слова пророка салаллаху алейхи ва салям. Не дозволено женщине отправляться в путь без сопровождения Махрама. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Во-вторых, женщине запрещено садиться в машину с водителем, если с ней нет Махрама или других людей, кроме них. Подобное не дозволено в любом случае, и в дальней поездке, и в близкой, так как это относится к запретному уединению. Сказано в хадисе, ни в коем случае не следует мужчине оставаться наедине с посторонней женщиной, если не будет с ней близкого родственника, Махрама. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. В-третьих, если женщина, задающая вопрос, имеет в виду, что в машине, за рулем которой сидит водитель, с ней едут другие женщины, то есть запретного уединения не случается, и что ее сопровождает Махрам, но в другой машине, так как в его машине недостаточно для нее места или они разделились, мужчины едут в одной машине, а женщины в другой, то нет в этом греха, если машины едут вместе и одновременно. Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, Несомненно, когда человек едет со своей женой или близкой родственницей в одной машине лучше, но если одновременно едет вереница машин, и они останавливаются в одном месте, едут вместе, то в том, чтобы в одной машине ехать женщинам, а в другой мужчинам нет ничего плохого. Однако необходимо следить, чтобы водитель не исчезал с поля зрения второй машины, в которой едут мужчины, и чтобы они имели возможность наблюдать за машиной, в которой едут их родственницы. Если же имелось в виду, что женщина поедет в машине с водителем наедине, то это запрещено, так как относится к запретному уединению, а Аллаху ведомо лучше.